Потанцевать и помочь детям. Тюменцев приглашают на первый венский бал, все средства с которого перечислят в областной фонд «Ключ к жизни». Дресс-код мероприятия «Жёсткие мужчины» во фраках и бабочках для дам платья в пол. А если туфелька вдруг потеряется, ещё лучше, убедилась Ирина Акопян. Итак, вы готовы? Генеральная репетиция венского бала состоит из деталей. Вот, например, белые туфли дебютанток явно к белоснежному платью. В нём на паркете участницы появятся только 10-го числа, но мысли о нём не оставляют девушек ни на секунду. Она очень пышная, и когда на последней репетиции я попробовала всё-таки в платье, это доставляет большой дискомфорт. Сбивает в толку, точнее, с ритма акустика зала. Здание в прошлом, первый тюменский танцзал. Музыка здесь звучит идеально. Это редкость, поэтому непривычно. Тем более участники впервые выписывают элементы под аккомпанемент живого оркестра. Это тоже особенная деталь вечера. Музыканты из разных коллективов города собрались, чтобы выступить специально на этом балу. Основу составляет джаз-оркестра «Золотая труба», а также струнные оркестра из колледжа искусств, что-то у нас из филармонии. В общем, скажем так, с миру по нитке. Под музыку закрепляют элементы не только дебютанты вечера. Благотворительный бал приурочен к 400-летию дома Романовых. Отсюда идея вывести на паркет разные поколения. Мы решили на примере семей тюменских показать преемственность этих поколений. То есть на танцпол выходят сначала дети наши, потом их родители. Обязательные танцы участники освоили за месяц, некоторые вовсе за пару недель. Но ответственный за хореографию Алексей Литвинов результатом вроде доволен. Руководитель победного коллектива «Формейшн Вера» отличается своей требовательностью. Но Венский бал стал исключением из правил. Это будет интересно, если будут происходить какие-то моменты, связанные с тем, что туфелька потерялась. Это будет создавать вот эти маленькие внезапные ситуации, которые дадут сюжетность происходящим. Кто потеряет туфельку или найдет своего принца, станет известно уже 10 ноября. Ирина Акопиан, Андрей Лагунов, Сибинформбюро.